Разлив реки не остановил жизнь в селах. Люди продолжают работать, вести хозяйство. В Ишимском районе в зоне подтопления оказались 10 населенных пунктов. Из них эвакуировано 235 взрослых и 77 детей. Ну а для тех же, кто не пожелал покидать свои дома, организованы переправы на лодках или большегрузной технике. Продукты питания и медикаменты везде есть в необходимом количестве. Продолжит Оксана Павлова. Дорога в школу для старшеклассников из деревни Большой Остров стала небольшим приключением. Шесть человек пересаживаются в спецтранспорт МЧС и едут в Плешково. Не страшно. Это наоборот экстрим. Родители волнуются, переживают, все время перезванивают. Говорят, когда доедете, перезвоните. Несмотря на разлив реки, Плешковская школа работает в обычном режиме. С половины девятого утра до трех часов дня. Обратно домой детей также увозят. Взрослое же население, которое трудится в городе, добирается до работы на электричке. Жизнь идет своим чередом. На настроение. Встретили День Победы девятого. Паники никакой. Глава поселения Югния Владимировна также ходит, объясняем жителям, чтобы не волновались. А для жителей деревни Кошка Рогае организована речная переправа. Утром и вечером для людей курсирует моторка с сотрудниками МЧС. У Нины Яковлины в Кошка Рогае дача. Ждать, когда река уйдет в свое русло, не стало. И впервые в жизни прокатилась по воде с ветерком. Нужно мужу работать с пчелами, но уже и я прицепилась к нему. Говорю, в огороде надо что-то поделать. Там у нас вообще все уже посадили, кроме картошки. В Кошка Рогае проживает 200 человек. Жители восприняли в Кошка Рогае адекватно. Там, где подтопило у нас 4 дома, это было прогнозируемо. Ольга Яковлевна, как и большинство Кошка Рогаецев, держит хозяйство, занимается огородом. Говорит, с большой водой мало что изменилось в жизни деревни. Цвет есть, вода есть, газ есть. Так что все нормально. Продукты все завозят, самое необходимое. Что еще нужно? Печенье, хлеб, майонез, вот это все у нас есть. Здесь как бы масло, вода, питьевая, все это есть, кроме пива. А мы боремся за сухой закон, да. В Лышемском районе в зоне подтопления оказались 10 населенных пунктов. Из них эвакуировано 312 человек. Часть жителей района переехали к своим родственникам или знакомым, располагаются в тех или иных населенных пунктах. Часть жителей находятся в пунктах временного пребывания. Для тех же, кто не пожелал покидать свои дома, организованы переправы на лодках или большегрузной техники. Продукты питания и медикаменты везде есть в необходимом количестве. Жизнь продолжается. Оксана Павлова, Евгений Патько, Тюменское время.